Добрый-добрый день, дамы и господа! Очередное небольшое путешествие на юго-запад Ленинградской области. Дорогие друзья, сегодня мы с вами побываем в крепости Копорье. Для того, чтобы до Копорье доехать, то с кольцевой автомобильной дороги, что вокруг Санкт-Петербурга, нужно выбрать Гастилицкое шоссе. И, как вы понимаете, ну не могу я просто взять и приехать в какой-то пункт назначения, в какое-то интересное место. Мне всегда важно, что же там интересного можно увидеть по дороге. И вот раз шоссе у нас Гастилицкое, то и решил я как раз немножко притормозить здесь, в Гастилицах. Вот там остается чуть в стороне, за деревьями, попробую вам сейчас чуть лучше показать. Посмотрите, большой конюшенный двор. Вот именно там как раз и проходит трасса, несколько военных мемориалов, магнит и даже многоэтажки. Вообще Гастилица сегодня достаточно, ну большое село, там где-то 3,5 тысячи населения. И, вы знаете, здесь есть тоже что посмотреть и торопиться из Петербурга сразу в Копорье точно не стоит. Мне кажется, достойна внимания и вашей остановки усадьба Гастилицы, которую сейчас вам и покажу. Друзья, чуть-чуть здесь вокруг погуляем, а потом поедем, что называется, со всеми остановками дальше. Так вот, посмотрите, друзья, как неплохо, прямо с трассы, если весна и, соответственно, нет зелени, видна та самая усадьба. Это красный кирпич, собака бежит без платка, прекрасная такая. Так вот, красный кирпич с остатками штукатурки, с остатками, к сожалению, былой роскоши, который, тем не менее, помнит великолепные истории. Сейчас парочку поведаю. Эх, ветерок. Надеюсь, петличка работает нормально и вам все хорошо слышно. А, к сожалению, сейчас здесь все пребывает, конечно, в страшной разрухе. И вот такие картины, они как-то настроение-то не улучшают. Видите, да, это вот кавалерские, прошу прощения, корпуса, которые здесь вот так вот встречают всех гостей усадьбы. А сама она, вот так, если отсюда, то смотрится она вообще крайне великолепно. На высоком таком, знаете, берегу, там внизу речка. Гостилицы, скорее всего, само название, само слово происходит от слова «гости», что, мол, когда-то сюда заходили чуть ли не по той самой реке корабли. А может быть, еще от новгородского имени Гастило, который когда-то здесь здешними местами и землями владел. Рассвет усадьбы этой, это времена Елизаветы Петровны. Если помните, был у нее такой тайный, венчанный супруг, Алексей Григорьевич Разумовский. Только в том числе ему эти земли будут пожалованы. То есть изначально здесь барон Миних какое-то время что-то строил, но вообще расцвет имения связывают как раз с Разумовским, то есть это середина века 18-го. Любила сюда императрица приезжать даже инкогнито. И Разумовский построил на высокой горе неподалеку отсюда колокольню. Гора получила название «Колокольная», для того, чтобы можно было карету императрицы увидеть издалека, ну и, соответственно, подготовить высочайший визит. А вот в 19 веке уже у потомков Разумовского усадьбу этого выкупит тот владелец, который и вот это здание уже, ну и точнее его руины, видим мы с вами сегодня, отстроит. Архитектор крайне любопытный. Друзья, это Штыкиншнейдер. Наш с вами, что называется, хороший знакомый, которого мы больше знаем, да, как автора таких эклектичных дворцов в Санкт-Петербурге. А вот здесь Александр Михайлович Потемкин, действительно тайный советник в середине века 19-40-х годах, заказывает Штыкиншнейдеру вот такой дворец. В стиле английской готики. Был он камерным и светлым. Благодаря вот такой вот башне и донжону вот тут она находилась, посмотрите. Ну, скажем так, сегодня нам с вами ее можно только так пальцами представить. Вот тут напоминала усадьба, усадьба, ну, какой-то, знаете, английский замок, что ли, средневековый. А из восстановленных элементов усадьбы здесь есть Троицкая церковь, вот вы ее отлично видите сейчас, и, пожалуй, все. Все остальное пребывает в страшной разрухе. Здесь был когда-то совершенно фантастический парк. Знаете, если мы всегда говорим, что парковое строение, это, ну, либо английский, либо французский стиль, то есть либо пейзажный парк, либо регулярный, то тут можно еще и третий стиль добавить, такой итальянский, с каскадами. Вот тут было все. Ручейки, мостики, каскады, которые из одного пруда в другой, соответственно, вели. В этих прудах разводили форель, друзья. Здесь устраивали такие интересные под открытым небом банкеты, встречи, аудиенции. Там вон остатки чайного домика сохранились, посмотрите, чуть впереди, за деревьями. К сожалению, ничего подобного в парке сегодня не найти. То есть приехать сюда, чтобы полюбоваться парковой архитектурой, бессмысленно. Но сделать здесь паузу, когда вы едете в сторону Копорья, чтобы немножко погулять по, ну, скажем так, парку, да, вот. Ну, можно ли это назвать парком? То тут, то там встречаются там остатки шашлычного великолепия, какие-то мангалы обгоревшие, ну, да. Но, с другой стороны, глянуть на усадьбу, которую явно никто не собирается восстанавливать в ближайшее время, точно стоит по одной простой причине, ее же совсем скоро не будет, правильно? Представляете, место, которое связано с Разумовским, с Елизаветой Петровной, бывала здесь молодая Екатерина, с Петром Третьим, с Николаем Первым, да? Вот это место как раз, можно сказать, пребывает сегодня в таком жутком совершенно виде и состоянии. Слушайте, а может быть заглянем, а? Как считаете? Ну-ка попробуем, попробуем. Ну, вроде как это даже, наверное, и безопасно, да? Сейчас я хочу вас вот так сюда пригласить. Друзья, ну, неплохо, неплохо, смотрите. Опять же, вот какие-то элементы усадьбы могут немножко напоминать вам такую краснокирпичную немецкую готику. Тут еще крайне любопытно, одним из последних владельцев усадьбы уже в конце 19 века будет Карл Сименс. Вот да-да, тот самый. И здесь у него неподалеку на Запруде была даже первая такая небольшая гидроэлектростанция, которая электричным питала как раз саму усадьбу. Потом усадьба будет национализирована, потом здесь будет колхоз или совхоз Красная Балтика, вот так. А потом война, да, как раз такой рубеж Шарнинбаумского пятачка, он проходил здесь совсем неподалеку. Поэтому в основном война от усадьбы не оставила по большому-то счету ничего. Вот такой вот остов, вот такие зияющие, посмотрите, пустотой оконные проемы. И вот так разрушено тут все и вся. Не весело совсем, согласен с вами. И, повторюсь, это не цель путешествия нашего, это лишь небольшая первая остановка. Остановка на Гостилицком шоссе, друзья. Деревня Гостилицы, мы едем дальше. Как мне кажется, еще одна небезынтересная остановка на пути из Петербурга в Копорье. Это Лопухинка. Село с таким забавным названием, можно смело проехать насквозь, не особо-то его и заметив. А можно то ли на втором, то ли на третьем светофоре повернуть чуть направо, в сторону знаменитых Радоновых озер и Радоновых источников. Здесь относительно недавно появилась еще и экотропа длиной в полтора километра, которую можно всю пройти. Сначала вы идете по вот такому красивому лесу, а потом, взору вашему, друзья, сквозь еще пока весеннюю, а значит не самую буйную растительность, открывается озеро с очень необычным цветом воды. Это и есть два тех самых Радоновых озера, которые сегодня, на мой взгляд, являются просто главной достопримечательностью Лопухинки. При всем уважении к усадьбе Герингов, от которой уже сегодня мало что осталось. Вот смотрите, здорово, что сделаны такие лесенки, более-менее безопасные, по которым вы спускаетесь. И уже видно, что да, что-то тут с цветом воды не то. Не привыкли мы в Ленобласти видеть такой цвет. Особенно, когда солнышко чуть-чуть нас сегодня радует, то сразу понятно, зачем мы здесь остановились. Вот посмотрите, да, отсюда с высоты видно неплохо. Так вот, в 19 веке в этой самой Лопухинке стараниями мореплавателя Блинсгаузена и хирурга Пирогова был организован гидропатический военный госпиталь для моряков. Больных, а их тут так было немало, лечили всякими разными обертываниями с использованием вот этой самой воды. Дело в том, что здесь из толщи глинта выходит эманация радия, радон, который обогащает эту водичку, делая ее слабо радиоактивной, ни в коем случае не вредной для здоровья человека, а наоборот целебной. Но зато здесь не выживает какой-то там фитопланктон, да и вообще особой живности в этих озерах нет. Именно этим объясняется ее вот такой совершенно уникальный, посмотрите, цвет воды. Хотя, ну как вот уникальный, солнце ушло, и уже то, что вода тут уникальная, не очень-то и верится. Но вообще, знаете, тут многим помогали вот эти воды из местных родников. Проходя сквозь толщу вот этого уступа, вода обогащается радоном, и газ этот, он проходит вот сквозь вот эти вот, ну миллиарды там древних водорослей, которые когда-то слоями лежали здесь, на дне бывшего Древнебалтийского моря. Тут, посмотрите, очень хорошо виден вот этот вот уступ и весь вот этот песчаник, слоистый как раз-таки. И накопили эти самые водоросли, немалое количество урана, и источники, которые бьют здесь из-под сланцев, они вот сливаются в этих два небольших озера, из которых вытекает речка Лопухинка. Здесь здорово то, что абсолютно нет ветра. Там наверху ветрено, по лесенке спускаешься вниз, и тут уже прям тишина, благодать. Очень чистая вода, сейчас вблизи как раз буду вам показывать, посмотрите. Взял печенье? Сейчас, одну секундочку, Андрюш, нет, печенье я пока не взял. Андрей вот тут у меня гуляет, спрашивает, взял ли я печенье, да. Сейчас, давай, чуть-чуть, пять минут и печенье будем есть. Посмотрите, друзья, не уверен, что тут как-то особенно комфортно летом купаться, ну, хотя видно, что берег такой, заход очень такой плавный. Но вода действительно уникального цвета, и уж когда вы едете в сторону Копория с детьми, как это делаем мы, да, то здесь остановиться точно совершенно стоит. Плюс эти озера, они с перепадом высоты, поэтому тут видно, как из одного вода поступает в другое. Посмотрите, какая расчудесная воронка. Опять же, цвет воды здесь тоже неплохой, да. Вот дед внуку тут рассказывает, как тут устроено эта самая плотина, а вот здесь схема того эко-маршрута, который можно пройти весь. Мы сейчас вот здесь находимся, между верхним и нижним озерами. И вот так вода спускается вниз, у меня старший там как раз изучает этот перепад высот. С хорошим, я вам доложу, напором она идет, чистая вода. Классно. А и вот тут уже нижнее такое озерцо с небольшими водопадиками. Понятно, что тоже разруха. Понятно, что каких-либо построек от той самой лечебницы здесь уже не осталось. Говорят, что когда в Старой Руси были открыты и грязи, и воды, то все оборудование из этого комплекса гидропатического перенесено будет туда, в нашу Новгородскую область. А здесь так со временем лечебница сошла на нет. Но вот, по крайней мере, вот такие природные интересности, уж прям красотами их, наверное, не назову, но интересности здесь сохранились. Где можно здорово вот так помесить грязь, как это делает Максим прямо сейчас. Ну и, собственно, подышать свежим воздухом. Ну а за архитектурные необычности лопухинки отвечает, конечно, бывшая усадьба Герингов, где та самая лечебница и была устроена. Посмотрите, вот он. Довольно большой двухэтажный барский дом с бельведером, который будет выстроен еще в 80-х годах века 18-го. Христиан Геринг известный был, достаточно богатый дядька, что называется, мог себе позволить. Вот как раз у его наследников уже в 19-м веке Блинсгаузен эту усадьбу и выкупил для устройства лечебницы. Говорят, когда-то вот здесь главный вход в усадьбу украшали два больших льва. Их потом перенесли к зданию местной сельской администрации. Усадьба сегодня, вы видите, в каком виде находится. Так по большому счету ее не существует. Но все равно остановку и здесь тоже имеет смысл сделать. Чуть вниз вот этот вот такой, знаете, не то чтобы даже карьер, а именно естественный спуск, естественный овраг, если хотите, речки Лопухинки, которая находится за усадьбой, он ведет в сторону такой интересной системы перепада высот, то ли шлюзы, то ли вот часть той самой лечебницы. И вот те два озера, верхнее и нижнее, соответственно, из которых речка Лопухинка и берет свое начало, вот они заканчиваются здесь и дальше она туда течет в сторону Усть-Рудицы, где еще когда-то Михаил Васильевич Ломоносов, если помните, со всякими цветными стекляшками экспериментировал. Вот-вот. Так вот, посмотрите, тут тоже можно послушать плеск воды. Здесь уже в советское время построенное здание, не пойму чего. На нем написано Балтика. Если мне кто подскажет в комментариях, что это такое было, то будет здорово. Немножко похоже на фабрику, но все-таки больше, наверное, использовали вот эти вот все природные особенности и радоновые источники здесь для лечения, поэтому хочется верить, что это какой-то бывший санаторий. Вот туда уже не пойду, вот вы видите как раз эти озера. И вот сюда спускаются эти водные потоки для того, чтобы уже спокойно той самой речкой Лопухинкой и продолжаться. Ну а что касается усадьбы, то вот отсюда, посмотрите, так мило скамеечка здесь вот предусмотрена, чтобы можно было посидеть, полюбоваться. Отсюда очень неплохо видно, как когда-то усадьба стояла на этом высоком берегу, и вид открывался отличный наверняка. Да и смотрелась она неплохо. Увы, ах, сегодня она выглядит вот так. А еще, друзья, знаете, вот эта дорога вдоль Глинта, а потом из Глинта чуть вниз в сторону Копорья, она изобилует большим количеством вот таких вот видов. Посмотрите, вот такое вот поле, русское поле, вот такие облака, которые очень быстро здесь бегут, особенно когда ветрен, например, как сегодня. А еще в урочище Петровицы имеет смысл притормозить для того, чтобы увидеть вот такой валун, посмотрите. Высокие и большие камни, конечно, для Карельского перешейка не редкость, но вот то, чтобы здесь, на юге Ленинградской области, можно было увидеть трехэтажный дом в валунище, вот это да. Максим, как там наверху? Отлично! Отлично, говорит, вот так. Причем добраться сюда можно просто на машине по очень даже неплохой грунтовой дорожке по полю вдоль леса. Ну а вот такие, друзья, милые объявления встречают вас уже непосредственно у самих стен древней крепости Копорья. Добро пожаловать! Мы добрались, и вы их сейчас видите. Сначала вот так, даже не с уровня парковки, а вблизи. Пойдемте посмотрим эти стены, эти башни, про которые, конечно, много кто слышал совершенно точно, но знаю я много петербуржцев, которые бывали в Старой Ладоге, в крепости Орешек или, например, в Выборгском замке, но как-то, по крайней мере, пока не добирались до стен Копорья. Может быть, потому что транспортной особой доступности все-таки тут нет. Доехать можно только на автобусе или своей машине, потому что, например, ехать на электропоезде, это до станции Калища, а потом тоже не пойми на чем. Поэтому это маршрут выходного дня для автомобилистов, ну или, конечно, организационная поездка, экскурсия, которую наверняка как-нибудь я вам предложу, друзья, в ближайшее время и на большом, красивом, комфортабельном автобусе вас сюда отвезу. Но пока для тех, кто далеко, для тех, кто не в Петербурге и для тех, кто не может на выходные приехать в Копорье, немножко расскажу и покажу эту крепость как снаружи, так и внутри. Недавно выяснилось, что у меня на канале появились зрители из Бангладеша. Для меня это большая, я вам хочу сказать, неожиданность и большой сюрприз, приятный, поэтому большой вам привет. Вот из Бангладеш добраться до Копорья непросто, поэтому в том числе и для вас расскажу, как тут что. Солнце. Как мы сегодня вообще целый день ждем солнца? Вот он, наконец, и появился. Я стою сейчас, друзья, вообще-то на дне бывшего крепостного оврага. Это, может быть, так не очень видно сейчас, но, поверьте, когда-то со всех сторон крепости вообще-то была вода. И место это возвышенное, это вот тот самый Глинт, знаменитый уступ, который тянется на сотни километров от, ну, там, Старой Ладоги, Волхова, аж до Таллина. И место это крайне удобное для того, чтобы можно было какую-то крепость выстроить. И, друзья, история Копорья, она начинается вот все в том же 13 веке, достаточно богатым на события в этих краях. Тот самый орден, те самые крестоносцы отправляются сюда свою католическую веру навязывать, и их экспансия заканчивается как раз на западных рубежах новгородского государства. И интересно, что новгородцы как-то не сообразили здесь какую-либо крепость выстроить, и немцы, крестоносцы, придя сюда, в первой половине еще 13 века, здесь, на высокой горе, скале, если хотите, потому что вокруг там протекает еще живописная речка Копорка, основывают свой деревянный замок. Интересно, что не очень это понравилось новгородцам, это понятно, логично. И те, придя, собственно говоря, сюда и крестоносцев отсюда выгнав, закладывают здесь свой замок, тоже пока еще деревянный. Деревянный. Опять же, такой, не толкая, весь 13 век. Потом каменное строение здесь первое, это самый конец века 13-го. И места, конечно, связаны в первую очередь с Александром Невским, который этих самых крестоносцев и отсюда прогонял, и в том числе с его сыном Дмитрием Александровичем. Вот по большому счету там 80-е годы 13-го века, это время, когда он здесь будет строить крепость. А интересно, что ему новгородцы места эти решили отдать, что называется, в кормление. Ну, то есть он за собственный счет здесь строит форпост, чтобы в случае чего дать отпор тем самым шведам или немцам, если те вновь надумают напасть на Новгород с этой стороны, а весь уезд он получает, ну, скажем так, во владение. Вроде бы взаимовыгодная была история, но потом новгородцы указали этому самому Дмитрию Александровичу путь чист. То есть отправили его в Освояси, слишком уж он был такой свободолюбивый. И решили, что да, неплохо бы самим укрепить эти места, этот высокий берег, реки Копорки. И в 1297-м закладывают основы уже каменной крепости вот здесь, на этом месте. Берег тут роскошный, смотрите. Посмотрите, вот эта южная, юго-западная стена, а прясло у нее очень длинное, практически лишенное башен, обрывается, посмотрите, почти 50-метровым обрывом. И вот там внизу как раз петляет та самая речушка. Пока весна, и зелени немного, ее видно отлично, и виден вот этот вот естественный овраг, по которому сегодня, видите, выходной день с удовольствием гуляют петербуржцы. Понятно, что с этой стороны крепость, ну, практически неприступна. Но вот что интересно, уже в 18-м веке именно с этой стороны ее штурмовать будет Шереметьев, но об этом давайте чуть позже. Так вот, первые камни в основании, именно камни, да, когда мы про каменный замок говорим, то мы должны определиться где-то в конец 13-го века. Крепость была приблизительно такой же по форме, она из себя, ну, что-то вроде треугольника, такого вытянутого представляет. Четыре башни, две вы сейчас видите, южная и северная, воротные. У одной мы начинали, она средняя, и там еще в самом конце называется наугольная. Вот так, всего четыре. Никогда у Копорья не было пять башен, хотя на каких-то гравюрах иногда Копорья с пятью башнями изображают. Смотрите, мы сейчас поднимемся вот так, чуть наверх, и окажемся как раз у той парковки, на которой вы обычно оставляете свою машину, когда в Копорье приезжаете. И после вот по этому мосту как раз зайдем в крепость. Мост сегодня каменный целиком, как видите вы. Когда-то один его пролет был деревянный и разводной. И, соответственно, чтобы неприятель в крепость попасть не мог, то его разводили. Ну а там уже непосредственно в двухворотных башнях неприятеля встречала Герса. Огромная высоченная металлическая решетка, которая должна была свалиться на головы тем, кто крепость собирался штурмовать. Из инфраструктуры здесь пока порадовать вас не могу ничем. Но, кроме вот этой небольшой парковки, тут барабанная дробь. Недавно появился туалет, друзья. Да, вот он там, чуть в глубине. Плюс здесь касса, сувенирная лавка, все как полагается. Когда-то на заре вообще моей юности, когда я только начинал заниматься экскурсиями, вот здесь в Копорье, когда мы приезжали даже в выходной день, не было ни одной машины, останавливался только наш автобус. И подъезжала Волга с очень таким аккуратненьким дедушкой, который торговал пирожками, которые готовила его бабушка. Это было потрясающе совершенно. Сейчас все чуть-чуть по-другому. И здорово, что, ну, по крайней мере, да, крепость законсервирована. И, по крайней мере, кирпичи на голову не сыпятся. Как тоже было в новейшей истории Копорье. Никто толком так и не может не объяснить, почему буквы К стоят во всех крепостях Ленинградской области последнее время. Две воротные башни, ваше внимание. И отправляемся, друзья, смотреть крепость Копорье не только снаружи, но и изнутри. С башнями все понятно. Они в основном нужны были для того, чтобы таким фланкирующим огнем можно было обезвредить тех, кто все-таки вот по этому мосту прорвался к воротам. Ну, мало ли, например, забыли его поднять. Да, мы с вами говорили, что он был подъемный. Ну, или еще что-нибудь с ним забыли сделать. И враг все-таки идет. И вот, собственно говоря, вот это была всегда самая защищенная часть крепости. Башни пятиярусные. Посмотрите, высоту больше 20 метров. Сегодня накрыты вот такими современными шатрами с сандулином. Когда-то понятно, что шатры были деревянные. По мосту пойдем мы с вами. Скажем о том, что крепость из рук в руки будет переходить все Средневековье. Крепость основы его конец 13-го, ее конец 13-го века. А потом эти же стены будут настраивать уже в 16-м. И в основном вот те камни, тот известняк, который видите вы сейчас, то ему где-то так лет так и так 500. Свою роль сыграет крепость Копорий во время Ливонской войны. Если помните, той, которую будет везти Иван Грозный. Закончится она катастрофой, особенно для северо-запада. Летефан Баторий пройдется вообще по всем здешним фортециям. Устоит только Псков, если помните. А в начале века 17-го, как и вся Ингер-Мандландия, территория эта, включая крепость Копория, достанется шведам по Столбомскому мирному договору. Интересно, что как-либо крепость модернизировать шведы не собирались. Ну, во-первых, это сделать практически невозможно. Смотрите, от крепости сразу обрыв. Вот куда бы вы ни посмотрели, усилить ее бастионами, равелинами практически невозможно. А артиллерийское дело уже так изменилось, так трансформировалось, что иначе крепость по большому счету и не может свою функцию выполнять. То есть уже появились довольно мощные пушки, серьезная артиллерия, которая вот эти стены может разбить, если, опять же, огонь с самой крепости не будет подавлять пушки противника. Вот так. А здесь их негде было разместить. И шведы компромиссное решение приняли, что, мол, модернизировать крепость мы не будем тогда, 400 лет назад, но как запасную оставим. Мол, мало ли что. А вот мало ли что случилось во время Северной войны. Весной 1703 года. Важнейшее время для Северо-Запада. Основание Санкт-Петербурга практически одновременно с основанием крепости Санкт-Петербург. Там, на берегах Невы, петровские войска подходят сюда. Ну, вот что любопытно. Здесь давайте сделаем паузу в этой теории. Борис Петрович Шереметьев штурмовал не ворота. И, соответственно, вот здесь не проходили его войска между, посмотрите, вот этой южной и вот этой северной воротными башнями. Нет. Он принял совершенно парадоксальное. И, как оказалось, гениальное решение. Длиннющее прясло. Южное прясло. Штурмовать, что мы сами сейчас и увидим. Но, по крайней мере, об этом поговорим. Вот, смотрите, вот здесь когда-то опускалась та самая Герца. Здесь отлично видно, что вот эта группа входная, она немножко поворачивает. Опять же, сегодня закрыты щитами, но когда-то здесь были входы в те помещения, что справа и слева от нас с вами. И, главное, если мы сами сейчас представим, что мы, крепость, штурмуем, да, и вот пробрались сквозь вот эти входные ворота. Смотрите, выходим на свет Божий. И дальше что? Ну, а вот смотреть давайте будем не вперед, а вот так, посмотрите. А на небо. А с неба на нас, вот отсюда, с этого так называемого раската, тут же сыпятся стрелы. Кидаются в нас камни, стреляют нас из пищали и ружей. Ну и понятно, что нам совсем не сладко. На этот самый раскат сегодня не зайти, как и, собственно говоря, ни в одну из башен крепости Копорья ведутся работы. Но вы представляете, да, как он выглядит. То есть высокий, довольно большой уровень, на котором защитники крепости могли легко перемещаться туда-сюда. Ну и, соответственно, ласково встречать тех непрошенных гостей, которые вот из-под этого деревянного козырька выходят. Что касается этих арок, то понятно, что это более поздняя постройка. Дворяне Зиновьевы в конце века 19-го получают как раз Копорский уезд во владение. Усадьба, которая называется Гревово. Оно есть неподалеку отсюда. При въезде в Копорье справа там даже усадебный парк сохранился. А вот тут, ну, что-то вроде, посмотрите, надгробных плит, потому что здесь была усыпальница тех самых Зиновьевых. И вот тут можно даже так чуть попробовать рассмотреть, прочитать какие-то слова. Видите, Василий Николаевич Зиновьев. Вот. Ну что же, идем смотреть саму крепость, друзья, и то, как она устроена. С двумя башней мы разобрались, это входная группа. Дальше то самое южное прясло стены, длиннющая и большая, лишенная башен вообще. Вон туда, посмотрите, в сторону забора тянется. Единственная возможность посмотреть из крепости на тот овраг, это вот так просунуть стабилизатор сюда, сквозь дырку. Сейчас попробую, аккуратно. Вот, друзья, посмотрите. Вот та самая речка Копорка на том берегу, точнее, там внизу шумит, а вот на том берегу стоял Борис Петрович Шереметьев со своими пушками. Стрелянские горы. Так, тут высокий берег называется. Опа, пролез обратно. Хорошо. Очень любопытно, что поначалу этих пяти пушек Шереметьеву не хватит. Тогда он Петра попросил еще перебросить сюда и несколько полков, и в том числе несколько мортир и гаубиц, которые были так посерьезнее, помощнее. Ну и, собственно говоря, начал бомбардировку крепости вот оттуда, с той стороны. То есть его-то шведы ждали здесь, со стороны главных, казалось бы, до самого уязвимого места крепости, со стороны входа. А нет, он оттуда, бомбометанием. Здесь начинается пожар, в основном все постройки внутри были деревянные. И дальше какой выбор у шведов, да? Ну, либо вокруг вода и русские, либо пожар внутри самой крепости. Крепость сдают. Шереметьево будет в такой докладной записке Петру. Хорошо наши пушечки играют, так что шведы готовы танцевать и фортеции свои сдавать. Вот так вот пошутил Борис Петрович тогда. А стеночку как проломили, так, собственно говоря, никто ей больше-то с 1703 года особо и не интересовался. Петр Алексеевич сюда приедет 1 июня. В том числе вот этим проломом любовался. Да, вот вы видите, что сегодня там вот такой металлический лист ведутся работы и по консервации, и по археологическим исследованиям. Но вот тут уникальна стена в том, что здесь нет ни одной башни. Строители крепости и все те, кто ей владели в разные годы, а это в основном такой тенитолкай между шведами и новгородцами, ну и, соответственно, московским царством. Им в голову никогда не приходило, что с этой стороны враг может подойти. Там дальше овраг. Овраг 50-метровый, вот ту самую речку Копорку, которую мне сейчас показывал тогда сквозь решетку. Это практически неприступная стена, ну, допустим, по меркам 16 века. Но в начале 18-го, когда появляется серьезная мощная артиллерия, и в том числе дальность ее такова, и прицельная дальность такова, что с тех Стрелинских высот можно было крепость пробить, то понятно, что крепость становится беззащитной. Но в этом как раз и плюс Копорья сегодня, если многие другие всем в разное время нужные крепости модернизировали тот же Орешек, например, тот же Выборгский замок, крепость Карелу, например, то Копорья, она как будто бы законсервировалась. Причем как раз-таки в том самом 16 веке. И даже шведы в 17 столетии, владея крепостью почти век, не сильно тут чего перестроили. И когда уже в 20 веке здесь начинаются серьезные археологические работы, то вот как раз-таки южно-юго-западное прясло и откроет кладку 1297 года, друзья, то есть конца 13 века. Таких построек, понятно, на территории Львенобласти совсем немного. Сегодня не пройти вплотную к пряслу стены и, собственно говоря, не заглянуть ни в одну из башен. Ведутся, опять же, работы, это просто небезопасно. Уже даже 21 век помнит несколько таких несчастных случаев, когда просто куски вот этого самого песчаника обваливались на туристов. Именно поэтому здорово, что хотя бы сегодня завершены работы по консервации крепости Копорья. И мы с вами сегодня, да, особо не можем погулять здесь на лугу, а для нас специально сделаны вот такие вот деревянные мосточки. Зато это безопасно и можно всю крепость спокойно осмотреть изнутри. Конечно, вот те роскошные, кто это, тополя, которые растут здесь сейчас, нельзя было себе представить, когда крепость была, ну, скажем так, на воинской службе. Хотя, знаете, говорят, у Меншкова здесь был сад. Тут вот тоже интересно. Смотрите, вот эта средняя башня, она помнит деревянный дворец Александра Даниловича, который он построит себе здесь. То есть, после того, как Петр сюда приехал, с Борисом Петровичем они отметили, понятное дело, победу и взятие шведской фортеции. Земли эти, весь так называемый Ямский уезд, Ямбург, да, сегодня Кингисепп, отдан будет как раз светлейшему князю, полудержавному властелину. И Меншков устраивает здесь, правда, в дереве, но настоящий маленький город. Вот в той стороне, ближе к ноугольной башне, будут стоять какие-то хозяйственные постройки, конюшни, кухня. Вот здесь были казармы вдоль вот этой стены, здесь стоял небольшой гарнизон. А вот тут у него стоял деревянный дворец с роскошным крыльцом, с какими-то резными наличниками и прочее, прочее, прочее. Тут даже сад был разбит, вот где мы с вами сейчас находимся. Сложно себе представить, да, что все это вот на такой небольшой территории помещалось. В том числе, конечно, помещался здесь и всегда был храм. Вы сейчас его увидите, посмотрите. Считалось, что ни одну русскую крепость нельзя защитить только стенами, в том числе и нужно делать это молитвой. И храм преображения Господня построен здесь будет в дереве еще почти 500 лет назад. Вот этот в камне перестраивать будут уже в 18 веке, потом несколько раз он будет так видоизменяться. В советские годы здесь был клуб. А немцы, которые к опоре завладели, здесь сделали кинотеатр, правда, ненадолго. Пережил храм несколько пожаров, поэтому сегодня, вы видите, не в лучшей форме, к сожалению. А здесь так несколько неожиданно, но крепость и заканчивается. По крайней мере, та ее часть, которая сегодня доступна для осмотра. Вот посмотрите, вот это юго-западное прясло как раз. И вот тот самый пролом Шереметьево. А вот она и наугольная башенка. Она у нас находится вот там, в самом конце. Прекрасно помню, когда-то ползали мы там школьниками, как, собственно говоря, и по стене ходили. Интересно, что вот эта часть стены как раз кладку 13 века себе внутри и несет. А боевой ход с бойницей, вот его неплохо видно как раз, вот он будет уже в 16 выстроен. Вот так, друзья. Сегодня в крепости регулярно проходят экскурсии, где-то каждый час, если это выходной день. Смело можно приехать и немножко по крепости погулять с экскурсоводом, чтобы чуть подробнее про каждый камень вы узнали. Можно приехать и просто, когда крепость открыта на такую небольшую фотосессию среди старых камней. Для жителей Петербурга, города Молодого, средневековые камни, это, ну, всегда какая-то, да, особая радость, что ли. Единственное, конечно, сегодня немножечко огорчает, что крепость находится не в лучшей форме. Помню я как-то мы с вами, дорогие друзья, были в Шотландии в замке Урхард, если помните. Это самый берег озера Лохнес. И вот там тоже руины, руины замка Урхард, которые превращены сегодня в одну из самых вообще посещаемых достопримечательностей Шотландии. Я вот тогда говорил, что моя мечта из замка Урхард, точнее, из Копорья сделать Урхард, чтобы вот эта подача, да, материала... А там, знаете, интересно, там большой фильм рассказывают про замок, вы сидите в кинотеатре, в конце фильма, хорошо сделанного, панорамный экран открывается, и вы увидите сам замок на берегу озера. Вот так там все устроено. Ну и, понятное дело, с потрясающими сувенирами, с виски, которые делают именно там, с килтами и чудовищами Несси, которые там встречаются на каждом шагу. То есть с инфраструктурой, да, и, понятно, с хорошим рестораном, который делает любую поездку ярче и запоминается она лучше, если вот в таком симпатичном и исторически важном месте еще и пообедать. Ну вот, друзья, Копорья сегодня выглядит вот так. Совершенно точно стоит приехать сюда как-нибудь на денек из Петербурга и все увидеть своими глазами. И, друзья, когда, казалось бы, уже ролик пора завершать, вдруг я выяснил, что обратно довольно долго ехать, но до Санкт-Петербурга мы чуть проголодались, поэтому решили пообедать здесь, в Копорье. Ну а раз пирожков нет, то тогда решили найти симпатичное и интересное место, которое, как мне кажется, может быть просто целью отдельного визита в эти края. Говорю я про Гастхаус, Фрау Мерч, в котором мы с вами сейчас и окажемся. Более того, здесь остановиться смогут на ночь те, кому эти места понравились и кому маловато одного дня, чтобы сюда приехать, все посмотреть и уехать. Более того, мне кажется, что переночевать здесь это, ну, тоже может быть некий опыт, это тоже может быть интересно, тоже может быть здорово. Итак, смотрите, это самый центр самого поселка Копорье, вот там за елками дом культуры, и здесь прямо на углу вот такой красивый забор. Причем интересно, что вы легко можете его отодвинуть просто рукой, если вам, например, нужно сюда заехать на машине. А внутри вот такая территория, здорово облагороженная уже, конечно, в 21 веке. Насколько я знаю, этот такой клубный гостевой дом работает, ну, уже пару лет. И остановиться здесь на ночку-другую можно вот в таком, посмотрите, гостевом доме, куда я вас сейчас и приглашу, друзья. Берег той самой реки Копорье, достаточно живописный. И посмотрите, вот такой дом пока. Хозяев нет, можно чуть-чуть поснимать, как тут что устроено. Симпатичная посуда, все как в обыкновенной городской квартире. Холодильник, посудомойка. Здесь внутри спальня, причем с видом как раз, ну, вот на ту самую Копорку. Посмотрите, как это мило. Сам дом, он находится на сваях. Сейчас вам покажу это. И с воды, с реки выглядит очень здорово. Конечно, когда лето и хорошая погода, то одно удовольствие здесь и вот так вот поваляться в гамаках на солнышке. Ну, конечно, в зимнем Камбезе и в гамаке это, наверное, особенно приятно. Андрюш, как настроение? Во. Во? Ну, все, отлично, хорошо. Хорошо, когда во. Во. Сама постройка, повторюсь, очень любопытна. Смотрите, вот эта терраса, которую мы сами видели сейчас из-за стекла, она на самом деле открытая. И вот с этой стороны, кстати, еще тут гамаки, посмотрите, так поскрипывают. И вот с этой стороны хорошо видно, что терраса эта нависает как раз над высоким берегом реки. Класс, да? А так вот. Вот. И это еще не все. Быстрое течение этой самой речки Копорки в 19 веке позволит устроить здесь небольшую водяную мельницу. Вот те самые дворяне Зиновьевы как раз этим и занимались, которые владели всем Копорским уездом. И вот это здание, не что иное, как раз таки, как бывшая мельница. Это постройка 70-х годов 18 века. Сейчас пройду на нижний уровень, чтобы показать вам, как выглядит главный вход. Здесь совсем рядом проходит дорога. Но, опять же, особого шума-то как-то и не слышно. Все готовится к сезону. Ребята вот доделывают еще одну террасу, чтобы она стояла прямо на берегу. Ну и вот такой вот мощный, классный, красный кирпич. Давайте заглянем, да, чтобы посмотреть, как это все выглядит изнутри. А внутри здание 18 века комфорт и уют века 21. Вот смотрите. Здесь такая спа-зона с купелью. Все. Пока еще в ремонте, но совсем скоро здесь будут принимать как раз гостей. Здесь у нас прям под лесенкой стоит рояль. И еще очень красиво как раз горит огонь в камине. Дождаться вашего кулинарного сета можно вот именно здесь, в таком красивом интерьере. А вот тут вас будут угощать. Здесь авторская кухня от шефа. И очень сложно всегда сказать, что уже будет в меню. Но вот такой интерьер. Сама лесенка наверх. Сейчас с вами тоже поднимемся. Здесь есть несколько зон таких наверху. Вот туда можно подняться, ну просто так почилить, отдохнуть, расслабиться. А вот там вот наверху есть зона для работы. Можно подключить ноутбук, там есть интернет. И немножечко поработать, кто на удаленке. А если кто хочет остаться здесь на ночь, то вот посмотрите. Ратрешили мне хозяева так пооткрывать дверки. Как вам вот такой, например, двухместный номерок. А, и это-то в поселке Копорье, друзья, да? А, класс. Постройки два с половиной века. И из окон вид на реку. И вот такая красота на стенах. А соседний номер люкс. Сразу на четыре места. Посмотрите. Опа! Не передать вам, как здорово здесь ароматы для помещения работают. И как вот это неплохо смотрится. Представьте, друзья, что день в Копорье вы заканчиваете вот на этой кровати. И тогда, мне кажется, ваша поездка станет по-настоящему желанной.